Шестиугольник разрезан на четырехугольники, как показано на сегодня, вот этот большой шестиугольник разрезан на такие четырехугольники. Можно ли часть отрезков этой картинки покрасить в один цвет, а часть в другой, чтобы и у шестиугольника разных цветов было порвано, ну то есть по три отрезка, каждый из этих двух цветов. И у каждого из этих четырехугольников тоже было бы порвано, ну то есть по два каждого цвета. Задача тяжелая, если ее решать прибор, потому что сначала кажется, что легко, вот там этот отрезок, пусть такого цвета, это такого, но даже вот эта картинка приводит к довольно большому количеству вариантов, и в общем они однообразные. Компьютер, конечно, все быстро сделает, а вот человеку это делает довольно тяжело. А между тем, решение вот этих задач удивительно просто. Надо пройти по всем четырехугольникам и посчитать, сколько там будет одного цвета, сколько другого. И по шестиугольникам пройти и то же, одного цвета должно быть порвано, значит, когда вы проходите, то количество одного цвета будет равно количеству другого цвета. Вы получите две одинаковые отличия. Но заметьте, пожалуйста, каждый отрезок пройдет два раза. То есть, если где-то здесь какой-то какой-то цветный отрезок, мы бы считали, где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь, или вот этот отрезок, мы бы считали, когда же это большому и по маленькому. В результате у вас получится такое соотношение, что количество отрезков одного цвета равно количеству отрезков другого цвета. Замечательно. Значит, всего отрезков должно быть черное число, расплавлено. А очевидно, что отрезков на этой катинке не черное число. Вот этот вот отрезок очевидно у нас убивается. То есть, если бы его не было, то было бы 18 отрезков, а там 19. Продолжение следует...